Девушки отдыхают А поможет нам в этом сотрудник футбольного клуба Волга Андрей Сарвачев Андрей, как я понимаю, еще одна твоя функция в команде Ты следишь за статистикой, передаешь ее тренерам, что-то высчитываешь В общем, занимаешься футбольной математикой Расскажи нам немного про это У каждого чемпионата есть свой источник, в который они выкладывают интересные факты Но большинство клубов в премьер-лиге, таковых 15, пользуются данными компании Инстат Футбол Эта компания присылает информацию о сопернике перед матчем Присылает данные после матча, как разбор игры, различные аналитические, статистические факты и данные игроков Это очень подробная информация, ей пользуются 15 клубов премьер-лиги за исключением Зенита Безусловно, на статистику полагаться 100% всегда нельзя, потому что футбол это все-таки искусство И роль единичного озарения, единичного игрока предельно велика Но, с другой стороны, если мы знаем определенные факты, это помогает понимать, что происходит на поле Помогает сделать акцент на каких-то моментах К примеру, перед рукой с локомотивом мы знали, что, к примеру, Дам Эндой выигрывает каждое третье единоборство в штрафной И Ведран Чурлука замечательно играет головой Александр Самедов уже сделал 13 голевых навесов Это, наверное, наводит нас на мысль, что лучше бы в этом матче наша команда зарабатывала как можно меньше угловых у своих ворот И фалила около штрафной также меньше Или, например, послематчевый факт, когда мы играли в Грозном, многие спрашивают проблемы в атаке Но, например, когда ты видишь, что команда не выигрывает ни одного единоборства около штрафной Ты, соответственно, можешь сделать выводы, что в механизме команды стоит наводить Безусловно, полагаться на статистику, как я подчеркиваю, нельзя Но футбол это такая мозаика, и благодаря статистике ряд пазлов скрепляются и становятся яснее Андрей, ну что ж, позади 19 туров, отправляемся на перерыв Расскажи нам, пожалуйста, про статистику Волжан, как все-таки белый-синий наиграли вот в этих 19 матчах Самый лучший показатель – это очки в турнирной таблице И в этом году команда набрала на один балл больше, чем в предыдущем Это, наверное, лучший показатель для нас Но из таких любопытных фактов, наверное, только стоит отметить, что мы стали второй командой по количеству попаданий в перекладины, в штанге Это тоже не самый положительный в авиаду Самый отрицательный – то, что команда больше всех из премьер-лиги проиграла матчи, когда она вела в счете Таких матчей было четыре, но в трех из них, к сожалению, арбитры допустили каковы для нас ошибки Единственные статистики по игрокам не приводятся, но если это отслеживать после течения 19 туров, то, конечно, можно увидеть, что ряд игроков очень здорово прибавили по сравнению с прошлым сезоном Это, прежде всего, Гей Григолава, Илья Максимов, ну, а Руслан Жинжал продолжает Ну, Алексей Сапогов Ну, Алексей Сапогов буквально наше все в атаке, долгое время был У него проблемы не просто эстетического характера, а эмоции, которые, безусловно, ни одна статистика посчитать не может Кстати, вот можете посмотреть, как это выглядит, то, что присылает То есть перед матчем вот такие распечатки, которые указаны схемой, как розыгрыш Давай, может, прокомментируешь маленько какие-нибудь? Ну, например, если, да, прямо, кстати, по локомотиву, то... По матчу с локомотивами Да, по матчу, да, это перед игрой, что присылается То есть перед игрой мы можем видеть стандартную схему, к ней пояснение Основные цифровые... У нас в игру даже есть Да, то, что, на чем есть шансы у нашей команды, то есть ошибки локомотива Опасность, представляющая соперника, основные факты выделены К примеру, что команда сберет 12 голов после стандартов Потом идет индивидуальный разбор, присылается игроков, то есть, как они перемещаются, идет развитие атаки Это вот эта схема какая-то? Да, то есть, как идет атака локомотива номера и персональные данные К примеру, вот видите, что данные, как я говорю... А по Волге-то есть что-нибудь? А по Волге, например, после матча вы высылает такую информацию Она по каждому игроку абсолютно, здесь можете видеть, что посчитано абсолютно все Например, какие-то есть интересные факты после матча локомотива конкретно? После матча локомотива, например, Александр Харитонов, да, вот Ему дается профессиональная информация, то есть, вплоть до количества передач Какие он сделал, из каких зон, то есть, как он двигался То есть, посчитано количество, то есть, все абсолютно данные На самом деле, многие думают, что делает полностью компьютер, это не так Это делает 50 и 50, то есть, человек считает, к примеру, удары по воротам Специально обученные удары по воротам, перехваты, отборы и прочие данные Компьютер считает владение мячом, количество атак, их распределение по флангам И работа вот над одним матчем, как я интересовался у специалистов футбола Занимает примерно 6-8 часов Кстати, там же, в спортбаре, мы встретили и руководителя пресс-службы белосиних Сергей Казунов на неделе получил награду за большой вклад в популяризацию отечественного футбола И высокий профессионализм Впрочем, одним рассказом об этой награде беседа не ограничилась На самом деле, получилось достаточно неожиданно Все получилось достаточно неожиданно Второй тайм идет матч с локомотивом Ко мне подбегает руководитель пресс-службы РФПЛ Сергей Алексеев И говорит, ну ты остаешься в Москве? Я говорю, да нет, я возвращаюсь на автобусе домой с командой Говорит, как, мы же тебя награждаем Завтра мы награждаем тебя от РФПЛ За большой вклад в популяризацию футбола За высокий профессионализм, как ты номинирован Я говорю, ну все равно я вернусь домой, вы пишите письмо Да, пришлось вернуться домой Мне написали письмо Я поехал опять в командировку в Москву И вечером, вот, был опять в Москве И меня наградили в числе других руководителей пресс-служб Ну, во-первых, я хочу сказать, что это не только моя победа Это победа всей пресс-службы И всех ребят еще раз хочу отметить Которые мне помогают И без которых я бы уже точно не смог Это и Кристина Агасаревна, и Андрей Сарвачев И Андрей Казаков, и Андрей Панно Вся наша дружная пресс-служба И каждый из людей стоит десятерых Это на самом деле так Сергей, как ты считаешь, у Волги вообще есть принципиальный соперник Вот, по крайней мере, в премьер-лиге в российской? Каждый матч принципиальный И делить на какие-то дерби Ну да, есть волжское дерби Вот в Самаре Очень было приятно выиграть И на самом деле, такой буря эмоций Я никогда не видел Когда команда танцевала в раздевалке Все шумели, кричали Это было что-то А если уж мы заговорили об играх Сергей, какая игра, какой матч тебе запомнился больше всего? Ну, наверное, это победа опять же в Самаре Гол Белозерова головой красивейший Когда мы очень долго не побеждали и прорвали Если честно, я даже сам выскочил на поле И побежал к болельщикам благодарить их Вот, это со мной не часто случается Но вот там уже просто эмоции захлестнули Сергей, не все болельщики и телезрители, наверное, знают Что именно твоим голосом перед матчами футбольного клуба «Волга» Исполняется гимн нашей команды Да, гимн был написан мной И слава богу, что эта песня звучит Нравится болельщикам, нравится футболистам Да, я его исполняю Это совершенно верно И записал гимн, записал еще сейчас несколько песен Я думаю, не за горами новые песни о «Волге» Поэтому приятно, когда мне недавно вручали награду в Москве То исполнительный директор РФПЛ Чебом сказал, что новых песен на клубе, новых стихов Подводя некие итоги этого года Не могу не уделить внимания нижегородским болельщикам Которые поддерживали на протяжении всего года «Волгу» и на трибунах и за ее пределами И хочу познакомить вас с Максимом Давыдовым С человеком, который постоянно принимал участие в рубрике «12 вопросов» Мне казалось, что нельзя задавать больше одного вопроса одному человеку Поэтому я просил своих друзей и знакомых, чтобы они посылали своими именами В принципе, эта тактика срабатывала И практически каждый раз, когда я посылал вопросы, по три, иногда и четыре вопроса было моих И всегда я был в шаке от победы Но мой вопрос никогда не убирали Позволь мне от лица футбольного клуба «Волга» подарить тебе футбольную атрибутику Это шарф и домашние программы «Волга», «Динамо», «Волга-Рубин» Это великолепный подарок Потому что большинство матчей мне приходится смотреть либо по телевизору, когда они идут в Нижнем Либо, когда я прихожу на стадион в Москву, то программки не упускаются Поэтому это для меня очень ценные подарки Буду перечитывать их и теперь будет подоставить автографы футболистам Которые обязательно останутся в Премьер-лиге и добьются большого успеха Вот на этой ноте давайте и закончим нашу программу Если вы по каким-то причинам не успели к началу этого выпуска Или хотите посмотреть его еще раз Пожалуйста, заходите вот по этим ссылкам и наслаждайтесь Ну а я с вами расстаюсь ровно на 7 дней Играйте в футбол, болейте за «Волгу» Смотрите программу «Волга-Тайм» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова